С самого утра еще накануне на расчистку улиц курорта были направлены снегоуборочные машины. Всего в расчистке городских, краевых и федеральных дорог задействовали более 100 единиц техники и более полутора тысяч человек. Тем не менее, на линию не вышли несколько маршрутов общественного транспорта, а те, которые идут в высокогорные районы. Таких было около 10. Я еще раз хочу подчеркнуть, что это временная проблема. То есть информация, где какой маршрут не доходит или не может пройти, она поступает оперативно в диспетчерскую МУП «Сочи Автотранс». Соответственно, мы взаимодействуем с теми подрядными организациями, которые работают в районах. И, соответственно, просим их уделить внимание, безусловно, на те улицы, по которым ходит общественный транспорт. Неплохо сработали управляющие компании. По крайней мере, жалоб от жителей на их работу не поступало. Управляющие компании провели соответствующую изготовку песко-соляной смеси, шансового инструмента, шестового для взбивания сосулек. Те управляющие компании, которые до сегодняшнего момента не выполнили это, то есть мы приглашаем жителей звонить нам, говорить о их неподготовленности к работе к зимнему сезону. Будем принимать меры вплоть до лишения их лицензии. А такие прецеденты, напоминают в департаменте городского хозяйства, в Сочи уже есть. Так, компания «Багратион» из-за плохой подготовки к зиме была лишена права управлять домами. Я добавлю, что обильный снегопад этой зимой в Сочи накрывает не в первый раз, да и минусовая температура порой держится несколько дней. Такие явления, говорят синоптики, редкость для южного города. Продолжение следует...